Божаю здоровья, шановне украинцы. Чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства. Конечно, продолжаем работу и над авиационной коалицией для Украины, над подготовкой разных международных мероприятий, которые дадут всем нам в Европе больше силы и защиты. Провел сегодня совещание по евроатлантической интеграции, по неизбежности сочетания потенциалов Украины и НАТО. Содержательное совещание. Председатель Верховной Рады, члены правительства, профильный вице-премьер-министр и министр иностранных дел, внешнеполитический блок офиса, руководитель офиса. Очевидно, что место Украины в НАТО. Законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наши присоединения к Альянсу, еще и сейчас продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем ответные шаги. Сегодня же провел совещание по восстановлению нашей страны, восстановлению после боевых действий. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер-министр Кубраков и команда восстановления обсудили то, что касается инфраструктуры, экономики и многих других вопросов, требующих ответов, очень ценностных ответов. Работаем и внутри страны, и с партнерами ради системности нашего восстановления. Ради того, чтобы результат соответствовал ожиданиям нашего общества. Достаточно высоким ожиданиям. Уверен, все сделаем. В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем Гур Будановым. Ключевое – это постоянное уничтожение оккупантов, это минусовка их логистики и любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают, которые помнят, что за каждый российский удар по нашим городам и селам, по нашим позициям, за каждое убийство украинцев, оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери. Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне. Неизбежность того, что для врага не будет никакой перспективы на земле Украины. 14-я бригада и 1-я президентская бригада оперативного назначения Нацгвардии. Спасибо, ребята, за стойкость. 54-я отдельная механизированная бригада имени Гетмана Ивана Мазепы. 5-я отдельная штурмовая бригада. 77-я отдельная аэромобильная бригада. Молодцы воины. Держать оборону на Донбассе сейчас это труднее всего. Но это дает всей Украине жизнь. Сейчас продолжаются спасательные работы в Славянске Донецкой области. Очередной удар террористов. Ракеты С-300 по жилым кварталам, по обычной гражданской застройке. Под завалами есть люди. Делается все, чтобы спасти их. Делается все, чтобы спасти раненых. Есть первые данные о погибших. Мои соболезнования тем, кто потерял родных. Ни часа этой недели перед Пасхой не обошлось без российских убийств и террора. Это государство зло, и оно проигрывает. Победить – это наша обязанность перед человечностью как таковой. И мы победим. И еще одно. То, относительно чего уже давно нужно решение. Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от нравственного решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит необходим этот шаг. Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему подобающее лечение. И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь. Спасибо всем, кто противостоит злу вместе с Украиной. Слава всем нашим солдатам, кто сейчас в бою за государство и людей. Слава Украине!